Всем привет! С вами народный строитель Андрюха. Я уже начал потихонечку делать отопление в своем домике. Сейчас я бы хотел показать вам, ну и как бы немножечко посоветоваться, как сделать временное отопление. То есть я вот тут сейчас нарисовал схемку временного отопления. То есть стены у меня, как видите, еще не обшиты, мне их нужно обшивать. Вот лежит у меня гипсокордон, чтобы обшивать их. И трубы мне как бы здесь будут мешать, поэтому сразу отопление здесь делать я не буду. Зимой я буду обшивать гипсокордоном стены, то есть доводить до ума пол, потолок. И надо, чтобы у меня здесь была более-менее комфортная температура. Градусов 10-15, многого мне не нужно. Вот как бы отапливать дом я здесь пока еще не живу. Ну и собственно вот сама схема. Вот схема временного отопления. Хочу я схему эту собрать по стояковому типу. То есть вот он идет у меня стояк. Хочу попробовать сделать без мотора ее. Если мотор понадобится, то солью воду с системы, поставлю тогда мотор. Если котел не будет справляться. Котел у меня Будерос, который имеет регулировку поддува воздуха. То есть он призакрывает, приоткрывает. То есть на нем можно выставить температуру. Поэтому я буду его растапливать, подкидывать. Ну и он будет поддерживать ту температуру, которая мне нужна в системе. Так, по крайней мере, должно быть. То есть буду собирать я из сороковых полипропиленовых труб. То есть вот выход из котла, переходник на полипропиленовую сороковую трубу. Здесь будет у меня поворот вверх. То есть получается разгон воды. И вода поднимается в котле, да? Теплая вода поднимается вверх, поднимается. Тем самым разгоняется скорость течения воды. И идет уже вбок. То есть я сделаю под наклоном эту трубу. Ну то есть, как и все отопление. Примерно 2 мм на 1 м. То есть делается наклон вот этого вот, наклон уровня системы. Ну и здесь также вот он будет, наклон уровня. Примерно 2 мм на 1 м. Вот. Далее, когда вода разогналась, идет уже в самой верхней точке. Нам сделать нужно запитку. Ну и как бы если там котел, какие-то пузырьки образуются, где-то может быть он подзакипит или еще что-то. Чтобы выходила, у меня будет открытая система, построена по открытому типу. То есть я возьму бак, 200 литровый бак. У меня как бы у меня нет специальной емкости. Я возьму ее, налью половину бака. То есть будет примерно 100 литров воды. Поставлю ее на второй этаж в доме. Пусть пока она постоит здесь. И то есть у меня здесь будет выходить труба металлопластиковая 16 диаметра. То есть здесь вот 40 диаметра. Трубы будут все собраны. Ну как центральная магистраль будет 40 диаметра. Чтобы котлу было легко эту воду перемещать, теплоноситель. По системе. А тут будет 16 выход. Чтобы сопротивление было побольше. Отверстие поменьше, сопротивление побольше. И вот она, смотрите по какой схеме. То есть она поднимается вверх, через верхнее отверстие она и опускается вниз. То есть какие-то пузырьки воздуха, они выходят и опускаются вниз. То есть если котел подзакипел, воздух выскочил и сюда попал. А запитка котла, как бы сама по себе запитка, она будет идти у меня в обратку. Той же самой 16 металлопластиковую трубу я возьму, чтобы проще ее было согнуть каким-то образом. Вот металлопластиковая. Вот 16. Это будет запитка уже в систему. То есть если закипела вода, она вот сюда выскочил какой-то объем. Если воды недостаточно, она ее вот отсюда взяла. Тем самым как бы и вода и будет и здесь обновляться каким-то образом, циркулировать в расширительном баке. И система у меня будет дышать. Дышащая такая система будет, мне кажется, комфортной ей будет. Далее. В общем, вода проходит вот этот вот верхняя часть и начинает вода падать вниз. То есть на стояк. Стояк тоже будет из диаметра 40-го, так же как и вся система вот эта вот. Но тут я уже подключаю, получается, на стояке радиаторы. Радиаторы подключаю на одну эту трубу. Подключаю вправо радиатор, влево радиатор. Вот у меня есть 4 радиатора. Они мне достались. Буквально родственники отдали бесплатно. Радиаторы такие вот двухтрубные и вот много-много-много полосочек. Вот эти вот радиаторы я смонтирую просто на одну стенку у себя в ванной. Вот. И думаю, что вот так вот они будут запитываться. То есть они будут не проточные, то есть не через них. Я сначала хотел сделать через них, чтобы вода вот так вот шла у меня змейкой. Но давление будет слишком большое. Котел может закипеть. Просто закипеть, не продавить здесь воду, будет выкидывать в расширитель. А если сделать вот так вот, то мне кажется, так будет более комфортно. И вода будет горячая проноситься, и эти радиаторы будут отапливать. И то есть будет циркуляция достаточно быстрая. Но если будет недостаточной циркуляции в системе, тогда я уже вставлю сюда мотор, сделаю принудительно. Вот, в общем, вот такой вот план. Сразу тоже хочу сказать, что я как бы не профессионал по отоплению. Вот. Я просто строю свой дом. Поэтому, если есть какие-то вопросы, предложения, пожелания к данной схеме и системе, я готов с радостью их выслушать, рассмотреть. Ну что ж, ну а с вами был народный строитель Андрюха. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Будем собирать эту систему вместе с вами. То есть я один, и вы. Рисуйте схему своего отопления с удовольствием. Спасибо за просмотр. Пока-пока. Пока-пока.